Добрый день всем любителям военно-морского флота. Вы находитесь на канале Викхолд или на канале под веселым Роджером. Сегодня мы рассмотрим японский линкор 9 уровня Идзума. Как обычно, в начале немного истории. Японским правительством в 1934 году было принято секретное решение отказаться от соблюдения договорных ограничений для линкоров в 35 тысяч тонн и разработать проект, заветомо превосходящий иностранные. Считалось, что США не будут строить корабли, не способные проходить Панамский канал, а следовательно их водоизмещение будет ограничено в 60 тысяч тонн. К проектированию приступили в конце 1934 года и к началу 1936 было представлено 24 варианта линкора. Сейчас вы видите оригинальную японскую таблицу с характеристиками проектов. Водоизмещение кораблей было от 52 тысяч до 69 с половиной тысяч тонн. Первоначальный проект А-140 показывал привязанность японцам к английским решениям в этой области. Три башни главного калибра располагались так же, как на линкорах типа Нельсон в носу корабля. Именно такая конфигурация предполагалась в 16 проектах из 24. Такое расположение главной артиллерии давало возможность достигнуть наименьшей длины бронированной цитадели, что в свою очередь позволяло применить броню максимальной толщины и в то же время обеспечить хорошую защиту погребов при меньшем водоизмещении корабля. Один из разработанных вариантов А-140J2 представлен в игре и называется «Идзума». Основное вооружение линейных кораблей этого проекта должно было состоять из 9 410-мм орудий, которые предполагалось разместить в трех орудийных башнях с боезапасом по 130 выстрелов на орудия. Эти орудия также стояли на линкорах типа Нагата. Восьми орудийные проекты носили индекс К, девяти орудийные индекс J, десяти орудийные И, традиционные компоновки с двумя башнями в носу и одной в корме индекс F. Именно вариант А-140F5 впоследствии воплотился в Ямато, Мусаси и Синана. Всего Япония планировала построить пять таких линкоров, что довольно странно. Дивизия в императорском флоте состояла из двух одинаковых кораблей, а пять на два не очень хорошо делятся. Скорее всего, реально планировали к постройке четыре штуки. Своё имя линкор получил в честь горной провинции Японии, находящейся на западном побережье острова Хансю. Сегодня она входит в префектуру Симоне в регионе Тюгоку. Наименование провинции происходит от имени синтаистской богини Идзанами, которая считается создательницей Японии. Находящийся на территории города Идзума, святилище Идзума Тайся является одним из наиболее почитаемых в синтаизме. В нём уже на протяжении тысячелетий практикуются особые техники дыхания и медитации, обучение которым происходит в особых соломенных хижинах, находящихся во дворе. Сегодня святилище включено в список национальных сокровищ Японии. В императорском флоте имя Идзума носил броненосный крейсер постройки 1900 года. В ходе русско-японской войны флагман вице-адмирала Хиконодзе Камимуры. Корабль участвовал в трёх войнах и погиб под ударами американской палубной авиации 28 июля 1945 года. Наверное, американским пилотам хотелось утопить хоть что-то, ибо смысла в уничтожении 45-летнего корабля я не вижу. В современном флоте сил самообороны Японии Идзума головной в серии противолодочный вертолётонесущий «Эсминес». Это новейший корабль, вошедший в строй в 2015 году. На деле построили полноценный авианосец, класс кораблей, запрещенный к строительству как Конституции Японии, так и по условиям мирного договора. Иногда его называют вертолётоносцем, но суть от этого не меняется. Очевидно, с молчаливого согласия своего основного стратегического партнёра Соединённых Штатов Америки, Япония приступила к возрождению ударной палубной авиации, но всеми силами отрисает это. И хотя сегодня на нём базируются только вертолёты, истребители F-35 вполне способны садиться и взлетать с палубы. Максимальная вестимость ангара – 28 машин. Второй корабль в серии, находящийся в достройке, называется «Кага». И это будет очень интересная, но совершенно другая история. Сейчас на фотографии вы видите «Идзума», идущий рядом с кораблём предыдущего проекта «Хиуга». Разница в размерах двух противолодочных вертолётонесущих «Эсминсов», как говорится, налицо. И в окончании темы сравнение противолодочного «Эсминса» с вертолётами по-японски, с полноценными авианосцами и прославленными предками периода Второй мировой войны. На сегодня «Идзума» и «Кага» – самые крупные военные корабли Японии, построенные после Второй мировой войны. В мире моделей проект А-140 существует в виде смоленого кита в масштабе 1 к 1200. К сожалению, производитель мне неизвестен. Для такого мелкого масштаба проработка вполне приличная, модель смотрится достойно. Сейчас вы видите конверсию «Ямато» от «Томии» в 700 масштабе в проект А-140 с 458-мм орудиями. Оригинальная и интересная работа по мотивам проекта. Модель броненосного крейсера «Идзума» в 700 масштабе выпускает фирма «Форсайт». Хорошее качество и не слишком бюджетная цена в 35 американских президентов. Но результат того стоит. Бумаги можно скачать бесплатные выкройки «Идзума» по ссылке в описании к видео. Современный «Идзума» в 700 масштабе нам предлагает японская «Хосигава» в великолепном исполнении. Модель новейшая, отлично проработана и достойно укомплектована. Кроме авиагруппы есть палубная техника из тягачей, кранов и других машин. Естественно, к ней выпускаются различные наборы «Автимаркета». Модель стоимостью 63 доллар достойно украсит коллекцию современного флота сил самообороны Японии. Больше по проекту «Идзума» рассказать нечего. Рассмотрим игровые характеристики корабля. Как обычно, начнем с бронирования. Несмотря на то, что конструктивно «Идзума» должен быть таким сбитым крепышом, на деле он весьма картонный. Иногда складывается впечатление, что он из бумаги, пропитанной селитрой. Бронирование цитадели 305 мм, под цитаделью 25 мм, и это средние показатели на уровне. Худшее бронирование палубы 32 мм, и сопоставимое с одноклассниками толщина корпуса в 32 мм. Из сводной таблицы характеристик линкоров 9 уровня мы видим, что в плюсе время перезарядки урон осколочно-фугасным снарядом, мощная ПМК, дальность льбы ПМК, радиус циркуляции и время перекладки руля. В минусе очки боеспособности, урон бронебойным снарядом, максимальная скорость хода и дальность видимости с кораблей. Остальные характеристики на среднем уровне. Здесь следует добавить, что характеристики германского линкора 9 уровня пока являются предварительными, и, конечно же, с релизом этой ветки они еще могут измениться. Модули в первом слоте на выбор или основное вооружение, или вспомогательное. Живучесть ПВО и ПМК мне кажется предпочтительной. Второй слот системы наведения для точной стрельбы. Третий – орудия главного калибра, который вместе с навыком командира, мастер-наводчик дает скорость перезарядки 26,5 секунд и время поворота баши на 180 градусов 39 секунд. Четвертый слот без вариантов – система борьбы за живучесть. В пятом снова возможны варианты. Если вы активно двигаетесь, то рулевые машины, если предпочитаете стоять или двигаться задним ходом, то система борьбы за живучесть – модификация 2. Пятый – система маскировки. Навыки командира вы сейчас видите на экране. Конечно же, максимально все на живучесть, усиление ПВО и ПМК. И мастер-наводчик. С набором модернизаций, о котором я рассказал ранее, это даст нам небольшое ускорение поворота башен. Камуфляж задешево – тип 1 или тип 2, в зависимости от стиля игры. Тип 5 задорого, и это оптимальный выбор. За голду тип 6 и 19 специальны, если вам совершенно некуда потратить свои кровные. Сигналы на максимальный фарм, ПМК и борьбу с разными игровыми неприятностями в виде пожаров и затоплений. На этом с обзором характеристик у меня все. Перейдем к просмотру боя. Первый бой, который я вам покажу, это мой самый первый бой Найдзума. Конечно же, я за свободку сразу вывел его в топ и пошел проверять, что из себя этот корабль представляет. А представляет он из себя огромный крита-дамага-сборник и просто нечто пропитанное селитрой, скорее всего бумага, бумага туалетная, которая горит от первого же попадания. Сейчас увидели, меня обстреливают низкоуровневые крейсера, крейсера 7-8 уровня, и какой жутчайший урон этот корабль получает от их фугасов. Конечно, я немножко вырвался вперед команды, так сказать, возглавляю острие атаки, и на мне идут сосредоточенные атаки, но это не отменяет того, что корабль жутко пожароопасный. Сейчас, имея небольшой опыт игры в World of Warships, можно сказать, что, пожалуй, наверное, Найдзума это лидер по пожароопасности среди всех кораблей. Хотя с ним еще может поспорить Хабаровск. Не знаю, может у кого-то на Хабаровске бои удаются лучше, чем у меня, но у меня Хабаровск горит примерно таким же синим пламенем, как и Изума. Наверное, на третье место можно поставить Тирпис в сегодняшней конфигурации патча 0.5.9. Тирпис выгорает тоже просто совершенно чудовищным образом. Ну а тем временем я немножко вырвался вперед, чего делать, как оказалось в будущем, на этом линкоре совершенно нельзя, и просто 30% боеспособности у меня уже нет. На этом корабле нужно играть в двух вариантах. Либо просто весь бой по большей части пятиться задом или останавливаться и вести огонь, или же все-таки играть как на большом, относительно быстроходном крейсере. Ну, первый бой, как вы понимаете, пока к кораблю привыкнешь, пока поймешь, что с ним делать, и вот уже половины боеспособности у вас нет. Ну, вообще здесь я совершил несколько ошибок в этом бою. Возможно, именно поэтому мы и не сможем победить в нем, но это будет немножко позже. А сейчас вы видите, один из Зума припрятался за скалами. Мое ПМК пытается по нему попасть, я пытаюсь его тоже выселить, но он стоит за камушками и как-то совершенно не хочет выходить. Я уже успел утопить один корабль, но пока этого очень мало для победы. И обратите внимание на ушки команды. У меня стоял мод, который показывает состояние кораблей противника и ваших в команде в виде цветных полосочек. Очень-очень удобный мод, который четко позволял вам контролировать ситуацию в бою. Но почему-то его перестали делать, либо я его больше не нахожу, и это очень жаль, потому что мод реально действительно очень удобный. Вот моя первая цитадель, выбитая с орудий из Зума, и это крейсер седьмого уровня Йорк. Конечно, цель на два уровня ниже, и вообще была надежда, что мы его должны были с такой дистанции просто шотнуть, но нет, сняли всего лишь половину боеспособности. Из Зума противника по-прежнему сидит за скалой. Я потихоньку продолжаю терять свою боеспособность, но самое главное сейчас находится в ушках команды. Несмотря на то, что счет примерно равный, как вы видите, корабли в нашей команде очень сильно все повреждены, а корабли в команде противника имеют меньше повреждений, и как-то они выглядят немножко поинтереснее. Здесь засвечивается вражеский авианосец Лексингтон, который я тоже начинаю обстреливать. Пошел я задним ходом, потому что здесь два корабля противника, плюс где-то еще рядышком летают авиагруппы. В общем, пока вылазить вперед совершенно было нельзя. Я и так возглавил острию атаки, за это наполучал, и только сейчас корабли нашей команды подтянулись немножко ко мне, но у меня уже нет большого количества боеспособности. Наконец-то удается утопить Йорк, и вроде бы на этом фланге ситуация для нас немножко улучшается. Кораблей потеряно, и у противника у нас примерно поровну. Авик в засвете, и мы начинаем его обстреливать. И вот как раз та ситуация, когда орудия Идзума иногда начинают абсолютно рандомно стрелять. При том, что за ними одно время водилось такое поверье, что это самые точные орудия на всех линкорах в игре. Но мне, честно говоря, скажу, так мне показалось за все время, которое я проходил Идзума. А первый бой был просто ужасный по точности. Ну, не попасть в такую, извините, огромную цель, как авианосец Лексингтон, с дистанции практически в упор для линкора, это с 15 километров. Я не знаю. Стреляем, стреляем, стреляем по нему, а как-то цитадели выбить все из него не удается. Кстати, а вот она и получилась. Цитадель с линкора Лексингтон, и он переходит в нашу копилочку. Хотел я сказать, что в американском флоте авианосцы Лексингтон и однотипный с ним Саратога назывались Леди Лекс и Леди Сара. Несмотря на то, что мы его уже в этом бою утопили, а почему так, у них на палубе было написано сокращение. На одном было написано Лекс, на другом Сара, и это для американских пилотов, которые были очень-очень опытные, но отличить один корабль от другого, когда они шли рядом, они не могли. Сейчас вы видите, проскакивает эсминчик, и вот здесь у меня очень была большая ошибка. Одним залпом я его не потопил, но не попал, к сожалению. Сейчас я стрельнул, зная, что через скалы снаряды не пролетят, ну а вдруг на всякий случай, и в тот момент мне нужно было немедленно разворачиваться и по третьей линии подниматься вверх и уходить в сторону нашей базы. Я же совершил глупость, как я считаю, ну хотя задним умом и все умные, погнался за авиком, который я очень долго не мог утопить, все те же хваленые точные орудия Идзума никак не могли в него попасть, и по-моему только с четвертого или с пятого залпа мне удалось его забрать. А тем временем идет захват баз, и это все очень и очень плохо для нас. Здесь рядышком крутится крейсер противника Пенсакола, а он там еще оказывается не один, но суть не в этом. Если бы я в этом бою развернулся и пошел наверх по третьей линии, вот тот эсминщик Кагера, который сейчас утопит наш Лексингтон, скорее всего забрал бы я, и Лекс смог бы сбить захват с базы. Но, как говорится, уже ошибка была совершена, назад я вернуться не успевал, Лексингтон особо тоже ничего сделать не мог, Каролина воюет с крейсерами, здесь я получаю торпеду, и вот он выходит, Адмирал Хиппер, которого раньше я не видел. Ну, в общем, все совершенно плохо сложилось в этом бою. Я, конечно, здесь был топ команды, но моя неопытность на Идзума, я думаю, сыграла какую-то, в данном случае, злую шутку со мной, и я вовремя не сориентировался в бою. Так что, как говорится, существует мнение, что команда этот бой проиграла именно из-за моих нескольких ошибок и, возможно, недостаточно уверенной и продуманной игры. Ну, что ж, такое бывает, иначе у всех бы процент побед, если бы мы не ошибались, был, наверное, в районе 100. А так мы имеем то, что имеем. Всего пока выбито 3 цитадели, всего пока 4 фрага, и идет захват базы, который сбивать совершенно некому. Ну, вот я получаю Кракена, забираю очередной крейсер, это был Хиппер, и здесь рядышком еще у нас есть Колорадо, который можно попытаться добить за оставшееся время захвата базы, потому что больше мы сделать ничего не можем. Дамагомер у меня стоит опционный, и он уже показывает 105 тысяч нанесенного урона команде противника, но этого, конечно, очень и очень недостаточно, потому что бой мы проигрываем. Я отношусь, ну, не знаю, не к тем людям, а к тем, кто считает, что все-таки процент побед важнее нанесенного урона, потому что процент побед говорит о том, что вы играете на команду, вы играете в команде и тянете бои. А личный дамаг, ну, он и есть личный дамаг, много можно набить. Иногда у нас в сообществе бывают такие рассказы, когда 200-250 тысяч нанесенного урона и поражения. Ну, и вот Колорадо исполняет что-то непонятное, поворачивается ко мне бортом и становится у меня шестым утопленным кораблем, и противник захватывает нашу базу. И вот результат первого боя. Почти 450 тысяч серебра, всего выбито 30 тадели, утоплено 6 кораблей, 51 попадание. Я на первом месте в команде, но это не отменяет того, что мы проиграли, а значит, все-таки я сыграл плохо. 112 тысяч попаданий бронебойными, 11 тысяч фугасными снарядами и чего-то там еще немножко настреляло ПМК. Ну, и сразу мы переходим во второй бой, который уже будет, забегая вперед, скажу победный, но он будет, конечно же, не такой результативный по количеству утопленных кораблей, как бой, который я вам показал раньше. Итак, в нашем прицеле премиумный крейсер 8 уровня Михаил Кутузов, даем по нему залп, и два попадания. Хотелось бы, конечно, немножко больше. Вот интересный кадр, два из зума идут рядом. Это на втором корабле идет мой сын Леонид, который играет под ником Бак, но сейчас он уже не играет, потому что есть у него другие задачи в жизни, и он пока их решает. Итак, мы видим Магами. Магами идет, ну, практически идеально к нам. Не знаю, в такой ситуации крейсера должны просто лопаться, как мыльные пузыри при попадании с линкоров. А что мы имеем? А мы имеем две выбитых цитадели. Ну, в принципе, тоже довольно неплохо, это уже хоть что-то. Крейсер проредили, теперь у него геймплей на весь бой будет серьезно испорчен, и, по крайней мере, он не будет себя активно вести. Вот здесь я не учел, что Йорк шел задним ходом, пошел вперед и начнет резко поворачивать, и дал залп ему совершенно бездумно на ход, рассчитывая на то, что он снова уткнется в ледяную скалу, и это было, конечно, неправильно. А вот здесь у нас решил постоять Нагата. Ну, я не знаю, в такой ситуации, наверное, или он меня не видел, или он не думал, что по нему будут стрелять с такого расстояния, но стрельнуть в стоящий линкор – это святое. И смотрим, что же произойдет. Произошло две цитадели. В общем, в этом бою как бы немножко с точностью получше у корабля стало. Я на нем, можно сказать, немножко разыгрался, и более-менее пошла результативность расти. Но это не изменяет того, о чем я говорил в первом бою. Линкор жутко-жутко пожароопасный. Смотрите, вот у меня первое же попадание, и я уже снова горю. Эсминцы вас поджигают точно так же чудовищно, как и линкоры, как и крейсера. А если по вам вдруг какой-то линкор начнет стрелять фугасами, то гореть вы будете практически с каждого попадания по вам. Поэтому еще раз скажу, голдовая ремочка – это просто то, что доктор прописал. Кстати, корабль очень и очень маневренный для своих размеров. Поэтому, если на нем не играть в анальный спринт, то есть не двигаться весь бой задним ходом, а как-то стараться маневрировать, стараться наносить максимум неприятностей команде противника, то он для этого очень тоже хорошо подходит. Но опять-таки, вот вы видите, попадание по мне фугасами с линкора, и я снова горю. Желательно не подставляться. ПВО достаточно неплохое у этого линкора, и одноуровневые самолеты сбивают вполне-вполне себе прилично. Но рандомность орудий какая-то очень сильная все-таки присутствует, потому что иногда он просто вкладывает неожиданно, а иногда просто вы весь бой, ну, грубо говоря, в упор не можете выбить никому, ни одной цитадели. Это касается и линкоров, это касается и крейсеров. Ну, вот здесь рядом Атага решил поиграть в торпедного героя, а у нас прокачано ПМК, поэтому Атага будет сейчас очень и очень нехорошо. Вон там начались попадания с ПМК по Атага, ну, а я пока выцеливал на Гатта, но он все-таки смог удрать от меня за скалу, и по нему сейчас стрелять не было никакого смысла, корабль ушел. Ну, а здесь наш героический Атага, который надеялся, наверное, выпустить в меня хороший торпедный залп, или у него оказались незаряженные торпедные аппараты, или он что-то слишком долго выцеливал. Ну, в общем, судьба у него будет, вы сами понимаете, какая. Пойдет он рассматривать, какие здесь ракушки находятся на дне. Наша ПМК ведет по нему активный огонь, и я жду, когда же произойдет это чудо, и получим второй фраг в этом бою. ПМК стреляет, снова попадание, поджигает Атага, и вы видите, крейсер переходит в наш зачет. ПМК очень и очень неплохое, стреляет на достаточно приличную дистанцию, поэтому эсминцы, которые к вам подскакивают, уничтожаются очень и очень быстро. Ну, и касательно модов, сейчас у меня стоят немножко другие ушки. Кораблики обозначены в виде иконок, и зеленые полоски. Полоски слишком яркие зеленого цвета, на мой взгляд, они режут глаз и просто отвлекают внимание в бою, и я этот мод перестал ставить. Можно порекомендовать авторам все-таки сделать зеленый цвет менее насыщенным или более прозрачным, тогда как-то оно будет все-таки более удобно смотреться и не так отвлекать внимание в бою. Ну, а тем временем, АВИК решил на нас упороться и поатаковать. Меня начали прикрывать союзные истребители, подошел еще Леонид на линкоре, рядом крутится еще один кораблик, здесь мы уворачиваемся от торпед, и вы видите, как чудовищно горит. Просто великолепные кадры, я вообще не представляю при таком пожаре, как на корабле, ну, по крайней мере, в надстройках кто-то мог еще оставаться в живых. И вот это чудовищное, не чудовищное, я хотел сказать, а очень хорошее маневренность линкора. Вы видели, как сейчас он просто великолепно уклонился от пущенного торпедного веера. Рядышком идет бенсон, который меня активно поливает, боеспособность у меня просто сущая пыль осталась, и, честно говоря, я не понимаю, как еще бенсон меня не поджег, потому что расстреливает он меня довольно активно. Но вот единственный тот случай, о котором можно сказать, что башня, развернутая третьими орудиями в сторону кормы, в данном случае могла оказаться полезной, когда вы уходите, и передние орудия проворачиваются долго с одного борта на другой, а задняя башня делает это гораздо быстрее. Ну и в данном бою мы сопротивление команды противника сломили, все-таки большая часть нашей команды сыграла неплохо, и последний авианосец, который попадает в наш засвет, мы его обстреливаем, но утопить его не успеем, потому что очень много очков захвата базы уже команда набрала в наш актив, и бой очень скоро закончится. Вот такой линкор Идзума у нас в игре, каких-то эпических боев на нем у меня не получилось, корабль, можно сказать, что достаточно хороший, очень быстро поворачиваются башни, за счет правильно установленных модернизаций и перка командира получается довольно неплохая скоростельность, и как я еще раз сказал, поворот башни, ну а сейчас вы видите результат, 4 медальки, 4 цитадели, 3 утопленных корабля. В общем-то результат неплохой, 110 тысяч нанесенного урона, и это говорит о том, что линкор действительно неплохой, вот вы видите почти 100 тысяч попаданий бронебойными снарядами, немножко ПМК, и все такое. Итого я продолжу свою мысль. Корабль совершенно неплохой, главный его недостаток, это чудовищная пожароопасность, это действительно просто беда. В всем остальном, он очень нормально уживается на 9 уровне, способен нанести хороший урон команде противника. Корабль, как ни странно, для линкора 9 уровня вполне прилично маневренный, но может быть еще немножко ему не хватает скорости по сравнению с Айовой, которая все-таки может разгоняться от до 33 узлов, а из зума 28. Но это не критично для боев линкоров, потому что дистанция стрельбы большая, и до противника, как правило, вы всегда можете дотянуться. Не стоит гоняться на этом линкоре за другими кораблями, особенно за быстроходными авиками, как это я вам показал в первом бою, и желательно реализовывать кучность залпа из носовых орудий, и стараться максимально в команде быстро выбить крейсера противника, или нанести им урон, который им не позволит очень сильно активно действовать в бою. Вот, пожалуй, на сегодня и все, что я вам хотел рассказать о линкоре 9 уровня и зума. В окончании нашего видео небольшая бонусная подборка цитадели фрага муви из моих различных боев на и зума. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наши каналы Викхалт или на канал под веселым ронжером. До свидания, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok